Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру Иратус Лорд Смерти. Так, как вы помните, в прошлой серии я получил вампира, которого я хотел бы, конечно же, протестить, что он может, что он не может, и так далее. Так, у нас с вами два скиллпоинта есть, куда бы нам их втюхать, вот что меня интересует. Так, в начале своего хода миньон получает плюс 4 ужаса на один ход, если Иратус имеет 50 гнева или более. Это, конечно, все заманчиво, но не то, что мне нужно. Так, теряет миньон, короче, удачу, я не хочу такой обмен. За каждый промах миньонов Иратус получает плюс 3 гнева, за каждый промах. Слушай, стоит, стоит, ребята, выучить, и больше мы, по-моему, не можем, да? Ну, давай тогда вот это вот, не хочу, не хочу этот амок. Вот, давайте лучше вот это, посох душ выучим. Так, ну что, надо нам, ребят, во-первых, так, погоди-ка, почему у меня здесь невеста Иратуса первого уровня? Есть у нас еще что-нибудь такое, а? Нету. Я ничего не могу сделать, да? Жаль. Слушай, подожди-ка, ребята, смотрите. А, обратите трех врагов-вампиров, чтобы мне открылся вампир. Понятно. Будем знать, что... Я-то думал, что у меня вампир теперь откроется, но... Мне сказали, кукиш без масла. Так, давай-ка посмотрим, какого уровня. Второго не катит, а ты? Тоже второго, господи. Ну, второй все равно лучше, чем первый, верно? А вот здесь у нас... Воу, погоди-ка. А, она у нас не отхиленная, да? Так, значит, у нас тут и скелет второго уровня. Что он тут притесался-то? Скелет второго уровня. Во-первых, вместо голема нам, наверное, в любом случае лучше взять бомбера, да? Ну, у нас бомберы все слабенькие. Второго уровня максимальный. Так, это, ребят, какой-то попадосик на самом деле. Вот что я могу вам сказать? Что это за отряд такой? Как он у меня сейчас будет, интересно, играть? Слушай, погоди-ка секунду. Давай я на кладбище выставлю вот сюда на тренировку одного из наших пушкарей. Тут отхил до идет полный. Тень, Нестератуса и голем. Так, а ты голем какого уровня у меня? Седьмого. Пускай стоит, тогда здесь. Пускай стоит, обязательно. Так, ячейку я где-нибудь могу открыть. Так, мне сюда нужно просто вбахать тень. Ладно, давай сделаем. И поставим, пускай стоит и ищет. Так, здесь у нас, хотел сказать, по максималке, но ничего тут максимального нету. Просто ум... Ага! Здесь можем. Так, секунду, давай-ка мы создадим с вами потерянную душу. Собираем. Погоди-ка, а мы с вами спешим. А у нас есть? Хватит монет-то на это все дело. Нет, нужно 80, а у меня всего лишь 71 монета. Хорошо, фиксим. Пока, ребята, мы это оставим все как есть. Ну что же, переходим на карту подземелья и смотрим, что у нас, ребята, впереди. Впереди нас ожидает еще более серьезные бои. Но в любом случае, оу, два паладина и два арбалетчика. Два паладина и два, ребята, арбалетчика. Это, знаешь, что я тебе могу сказать? Что без пушкаря, по-моему, нам здесь делать нечего. Хотя, хотя... Ладно, давай посмотрим. Пушкарь пушкарем, но... Паладины все равно будут брать на себя перенаправленность. Поэтому в арбалетчиков, я думаю, что мы с вами так легко не попадем. Поэтому придется разбирать в начале паладинов, уже после браться за арбалетчиков. Хотя, был бы, может быть, призрак, наша тень. У нас бы все могло бы быть по-другому. Так, ну что, как видим, две физухи, да, две брони висит. Так, ходит у меня вампир. Вот с вампиром, ребята, я еще не играл, поэтому... Вампир теряет 20 стойкостей. Не хочу. 30 стойкостей. Что ж ты будешь все терять-то? Так, цель теряет 20 стойкостей на 3 хода. А что у вампира все время на стойкости, ребята? Что это за бред? Давай попробуем... Так, для начала уберем броню. А теперь будем... Почему неправильно цель? Да господи! Он еще атакует задние цели. И радус получает 40 гнева. Мы теряем с вами 20 стойкостей. Игнорирует блок и оберег. 20 точностей. Ну, давай попробуем, ребята. Оп. Вот так вот дебаф. Ага. Скелетуша получил у меня, а? Давай-давай, в провокацию. В стойку. И невестушка. Невестушка должна бомбить вот эту охламанку. Вау, на 47. Слушай, шикарно. Ну, почти, ребята, половину здоровья отняли. Скелет, ты, главное, стой у меня там. Радость моя. Не падай, как говорится, духом. Так, сделаем на себя, ребята, баф. Подожди-ка, а ты же должен вроде бы как под бафом быть, нет? Я что-то путаю, что ли? Ну, все, все. Второго уровня скелета сейчас будут мне тут чекрыжить. Слушай, мы, наверное, посмотрим с вами вот этот вот суперудар у нашего, как говорится, вампира. Но 14 это вообще ни о чем. 14 так и это ни о чем. Ребята, есть что-нибудь такое, ну, стоящее? Что-нибудь стоящее? Нет, ничего, походу, дело, да? Попробуем. Ага. Наносит 100% урона. Стрессовое. 100% урона, да? Нет. Хотя придется, ребята, сделать. Давай. Оберег. Ну, вот, ребята. До конца боя вампир восстанавливает стойкость в размере 65%. Вот, вот это, вот это другой разговор. Давай. До конца боя. Фух. Критический удар. Давай проверим. Ох ты, на 23 нормуль. Что ты? В стойку защищать? Ну, защищай. Господи, я тебе что-то не даю, что ли? Но вначале я хочу прописать. Вот так вот. А что так слабо-то, голем? Ну, это не годится. Блок. В кого будут бомбить эти олухи? Вот, в голема. С удовольствием, ребята. Я даже не против, если не будут погодить. Ой, скелетушка. Скелетушка, роднулечка ты мой. Так, погоди-ка. В стойке нет? Или направленность? Зря, конечно, мы скелета с вами выставили на первый ряд. Вау. Смотри, еще жива. Так, цель теряет 30% текущей стойкости. Ну-ка, сдохни. Блин, оберег. Оберег. Кого они? Ну, естественно, ребята, они будут прикрывать, конечно же, арбалетчиков. Я даже в этом не сомневался. И они будут сейчас... Ой-ёй-ёй. Массовая атака была. Сейчас и это, да, наверное, бомбонет чем-нибудь. Бомбочки нет? Так, стоп. Вот это уже перебор. Это мне уже не нравится. Совсем, ребят, не нравится. Отлично. Давай-давай, хорош смеяться. Дай мне нормально тут поиграть. Иратус, ты слишком... Тактическое отступление. Пока мне не нужно никакое тактическое отступление. Мне нужно этих чувачков всех наказывать. Так, вампир, сейчас твой ход. Твой. Так, а у него? Да, восстанавливай себе здоровье до конца, ребята. Так, вампир теряет 10 стойкости. Игнорирует блок и оберег на 3 хода. Давай сделаем так. Дебаф. Я думаю, нам это пригодится. Блин, почему-то мне кажется, что скелету придет сейчас, ребят, хана. Он слишком слаб. Чтобы противостоять им, да? Может быть, не надо было его в провокацию вставить. В стойку. Может быть, обошлось бы. Хотя, я думаю, ничего бы не обошлось. Да какой килл? Подожди секунду. Дай-ка я сделаю... Что я могу сделать? Ну, попробуем пробить. Ага, блок. Блок сняли. Хотя бы без блока остается. Так, вампир, давай попробуем с тобой что-нибудь... ...придумать. Девятнадцать. Это мало. Все. Скелету хана, ребят. Ну, в принципе, это ожидаемо. Знаете почему? Потому что он был второго всего лишь. Второго уровня. Ну, о чем тут можно говорить? А вот то, что голема у меня вот так вот паршивенько делится, это, конечно, вообще не азик. Ну. Давай еще мне невесту Ратуса забомбите. А они могут. А может быть, нам что-нибудь такое... ...посущественно бомбану. Ну-ка. Восемнадцать. Что-то как-то не ахти. Ну, вот то, что мне нравится, ребят, это что он себе потихонечку восстанавливает здоровье. Вот это вообще классно. То есть за каждую атаку. Тут, если даже кто-то и погибнет, то... ...вампир останется в живых. Ну. Голем, держись у меня, родной. Так, наверное, мы с вами потеряем... Так, погоди-ка. Вот это мне не нравится. Оу! Блин. Что бы их, а? Так, секунду. Давай-ка мы, наверное... ...попробуем так, перенаправиться. Ну, конечно. Так, крит на 30. Это хорошо. И смотри, полностью себе, ребята, восстановило здоровье. То есть, ну, согласитесь, это имбово. А вот голем, конечно, у нас слабоват. Я не могу понять, почему. Он вроде бы шестого уровня, а почему так слабо дерется? Так, крит на 23. Давай еще один бомбани. Оу! Вот это печалька, ребята. Так, пробуем добить. А! Выжила, блин! Она выжила! Оу! Ей сейчас еще два раза выстрелы... Так, этот хочет смыться. Слушай, только не надо, чтобы убили мне вампира, блин. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Оу-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Так, погоди-ка, что мы можем с вами сделать? Так, погоди секундочку. Критический удар наносит. Это все понятно. Твою же маковку. Физическая атака. Ну-ка, пробьем или нет? Это все, конечно, хорошо, но... Блогное. Блин, да! Они меня сейчас в вампира снесут. Смотри, сейчас выстрелит этот чувачок. Именно в вамп... А, он смылся. Он смылся. Ладно, хорошо. У нас есть небольшой, ребята, с вами шанс. Сохранить все-таки вампиру жизнь. А если вот так вот сделаем... Дебаф. Да, повесили на него. Ну, вампирушка, давай будем с тобой его уничтожать. Слушай, вампиру мне нравится, но вот по защите, конечно, слабоват. По защите. Но то, что он себе восстанавливает здоровье, причем так лихо, вот это, конечно, мне поперло. Так, давай, наверное, ребята, мы с вами заберем нашу невесту Иратуса и вампиру ему поставим на отхил. Заберем тень и заберем вот этого голема. Единственное, что не хватает мне теперь скелета. У меня нет скелета, да? У меня всех скелетов, мы их разбомбили, поэтому нам придется с вами собирать. Сейчас соберем, но для начала мы, наверное, сделаем лучшие ингредиенты с вами, которых у меня нету. Там как раз сколько у нас? Шесть. Шесть мозгов, ребята, лежит у нас на складе. Как раз прокачаем скелета до какого-то, до пятого уровня, получается, да? Потому что без скелета здесь будет тяжко. Ну, сами видели прекрасно, да, что? А второй уровень, который был, ну, конечно, это вообще не о чем. Это ватна-ватная. Смотрите, у нас еще здесь еще по две, да? Количество вот этих вот двоечек или шестерочек, это, ребята, на какой уровень мы можем прокачать определенного миньона. Так. Давай здесь пробирочки. Кстати, ребята, у нас пока игра в бета-тесте, так что если мы пройдем этот уровень, это будет последний уровень, потому что остальное будет уже после релиза. Ну что ж, давай попробуем теперь создать скелета. Создаем. Отлично. Так, и прокачка, ребята. Погоди-ка. Прокачка, конечно же, скелетовская. Давай, ребята. Так, здесь у нас выбираем этот. Так, игнорирует блок и броню, да? Так, сделаем. Так, прерывает действие стойки. Вот здесь вот надо... Снимает все бафы с целей. Мгновенно убить. Проводя дополнительную атаку за каждый баф на цели. Так, ну что, нормуль, да? Скелет у нас стал шестого уровня. Что нам еще может пригодиться? Нам нужны вот эти вот зомбики. Их тоже, ребята, нужно прокачать, в принципе. Хоть маломальски, но надо. Игнорирует броню. Так, второй левел у него. Я могу его поставить на прокачку в данный момент? Так, ты у меня получил уровень? Нет. А невеста Иратуса есть. Так, вот. Вот это хорошо, ребята. Пригодится. Так. Критический удар на критический удар. Все. Поставим их обратно. Пускай они тут тренируются. Ты какого уровня у меня? Второго. Ладно, хорошо, тренируйся. Так, сюда кого нам поставить? У нас нет, что ли, никого для отхила? Ты у меня какого уровня? Второго. Так, слушай, очки у нас есть, поэтому я хотел вот так вот сделать. И отправляем тебя сюда. Так, а здесь, здесь нужна тень. Ладно, мы это с вами попозже сделаем. У нас одно очко таланта есть, но я думаю, что больше мы, а нет, можем. Но не хочу я вот этот вот скилл прокачивать. Так, ну что, ребята. Пятый, пятый уровень, седьмой и шестой. Так, подожди, у Иратуса-то что-нибудь есть? Надет? Артефакт никакой не надет, поэтому нужно... Давай хотя бы вот это вот. Погоди-ка, а что это за подвесочка такая? Враги женского пола получают на 15% больше к шансу сбежать. Так, миньоны получают плюс 5 брони до конца боя и 15%... И 15% шанс пропустить ход. Ну, это как-то несерьезно и невыгодно для меня. Враги могут получить психоз при уровне рассудка 85%. Так, а у нас что висит с вами? Сила критических ударов врага снижена на 20%. Я вот это вот не буду снимать. Хорош. Дополнительные 6 обычных кусков в случае победы. После боя предмет исчезнет. Но все противники получают 20 стойкости. Нет, так тоже не пойдет. Так, бесплатное заклинание в первом бою. Тоже не пойдет. Давай книжку. Иратусы нужно прокачивать. Ну что, ребята. Так, у нас здесь древний гроб. Давай посмотрим, что нам с вами дадут. Ужас. 10 стойкости на 3 хода. Бонус к 6% в дропу. Кусков после победы. Слушай, я думаю, что лучше стойкость взять. И стойкость надо поставить именно нашему скелету. Потому что он у нас тут, как будет, как провокатор. Да? Будет на себя брать удар. Потому что голем может себя отхилить. Так что... Как-то вот таким вот образом. Ну что, давай перейдем на карту и посмотрим. По какой ветке нам лучше пойти? Слушай, у меня есть неплохая идея. Вот пойти по этой ветке. Ну тут, смотрите, ребята, очень много магов будет. Маг. Тут Дампьер или как их там величать. И видите, два жертвенника. Я, наверное, пойду вот сюда. Вот по этой полосе. Потом мы с вами сюда свернем. С магом. Да, скорее всего, так будем делать. Погнали. Надеюсь, все будет изи, все будет хорошо. И мы с вами здесь справимся. Ну, так. Варвар, Барт, Маг. Ну, в первую очередь, конечно же, будем с вами браться за мага. В первую очередь надо браться за мага. Кто у меня будет ходить? Так, скелет. Ну, скелета из провокации, конечно же, не выпускаем. Тень у нас будет в стойке, да, ребят? Погоди-ка, в стойке. Погоди-ка, погоди-ка, погоди-ка. Нам, наверное, лучше сделать не в стойке. Там оберег висит. Тогда в стойку. Сейчас массовая атака стопудово будет. Вау. Прожарило, а. Я думал, ты физуху будешь бомбить. Ладно. Почему ты... А, он контратаку в другом случае делает. Ну что? Давай выстрел сделаем. На 24. Неплохо. Знаешь, кого мне здесь не хватает, ребята? Артиллериста. Вот никак не голема. Именно артиллериста. Что же нам тут сделать? У нас защита только на Барде висит. Как я понял, да? Хорошо. Сделаем так. И попробуем вот так вот. Промах! Кто бы сомневался. Ну, Барт, естественно, хиляет магичку. Скелетоша. Так, погоди, секунду. Вставай в стоечку. Кто там у нас ходит? Потом невеста Иратуса будет идти. Оу. Крит. Он ее на передний план вызвал. Так, сейчас мы невестой сходим с вами. Ай-яй-яй. Там оберег. Ребята, смотри. Там оберег. Ну что, тень. Попробуем, наверное, мы с тобой вот так вот сделать. Я знаю, что там оберег. Но пускай лучше там будет стоять фигня. Сейчас опять массовая атака. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как это было нечестно. Давай-ка на передний план мы вызовем лучших голема. Значит, невеста Иратуса сейчас может у нас... Нет, пока повезло. Опять Бардушка тут начнет... А, он вот этого? Ладно, хорошо, что ты начал именно того бафать. Что нам сделать тут? Можно... Так, это у нас 40% к урону. 40% к урону. Это, конечно, фигня. Продлевает все эффекты воспламенения. Так, магического урона. Поглощено сопротивлением, да? Блин, я в любом случае, ребята, ничего не могу сделать. Давай так сделаем тогда. А раз скелет не может встать в стойку. Что он? В украдку ушел. Так, ладно. А мы, ребята, бомбим массовой атакой. Так, маг у нас горит, да? Я могу, знаешь, что попробую сделать? Вот так вот. На 12. Черт, она не сгорела. Промахнулась. Вот это круто. Получи. Блин, я думаю, мы добьем ее. Не получилось, к сожалению. Ладно, ребята. Блин, мне бы невесту сохранить. В живых. Потому что это единственный стрелок у меня прокачанный. Остальные вы сами знаете прекрасно. Ватные. Так, на первый план. По кому? По голему. Отлично. Так, ну что, давай добьем, наверное, с вами мага. Отличненько. Так, и... Кто у нас там входит следующий? Варвар, да? Вау, пробивает-то как жестко. Ну что, давай. Пробафаемся. Тень. Вот так мы, наверное, с вами сделаем. Чтобы он промахивался, да, почаще. Ну, а Барда мы, скорее всего, с вами уже... У нас есть энергия для того, чтобы мы могли с вами его обратить в вампира? Нету, нужно 30. А у нас вообще манны нет. Хе! 30 манны нужно для того, чтобы... Опа, сбежал. С какого-то, блин, вдруг перепуга, ребята, он сбежал от нас. Ну, тогда я думаю, что Барду не повезло. Так, меткость вот здесь вот мы понизим. Чтобы он промахивался почаще. Так, Галим, у тебя с озоруем все нормально, я смотрю. Так что можно просто бомбить. На 46. Да-да-да, я сам Иратус в шоке. Что он у меня делает? Опс. Что-то, ребята, не сработала промашка, да? То есть, попала она по... Моей невесте Иратуса. Что же сделаем? Давай уничтожим, наверное. Да господи. Так. Ну. Ладно, это терпимо. Надо, наверное, нам вот так все-таки сделать. Пускай будет как-то таким образом. Так, добиваем, наверное, мы с вами Барда. О, психоз. Что дает психоз, ребята? Атакует союзникам. Вот и атакуй, пожалуйста, своего союзника. Отвали, как говорится, от нас. Слушай, ребята, знаете, что я, по-моему, зря сделал? Зря поставил на скелета провокацию сейчас. Почему я зря сделал? Так, секунду, ребята. Так, шесть атаки и шесть ужаса. Блин! Он сейчас будет атаковать скелета, а скелет как раз у нас стоит. Блин, секунду. Давай-ка, может быть, поменяться местами можно? Можно. Давай поменяемся. Давай мы с тобой поменяемся. Вот так вот. И будем бомбить. Блин, такой ничтожный урон. Если честно, да? Так, ты... Ты у нас что? Ты у нас будешь стоять. А там дебаф какой, ребята? А, 20, минус 20 к точности. Вообще ни о чем. Что это за удары-то такие, а? Давай. Из дебафа не будем его выпускать. Ну, еще и попади. Да что ж такое? Еще тень не уничтожь здесь. Ну-ка. Девять. Слушай, ну на самом деле, да? Это чересчур. Ну-ка. Поглощено броней. Поглощено броней. Ага. Понятно. Может быть, нам лучше, ребята... Так. Давай так вот сделаем. И, слушай, я думаю, можно вот так, наверное, сделать. Забросить сюда удочку. Вот. Магическая атака ее хорошо как раз бомбит. Отлично. Вот так. На 36 крит. Так. По кому бомбить будет? По этим двум. Ладно. Промахнулась. Так. Ну что, скелетуша? Давай мы попробуем с тобой... Нет. Стойкость мы не хотим терять. Вот это вот просто пробить. Отлично. Хорошо. Ты сейчас влупил. Мне нужна, ребята, магическая атака. А у меня только физическая. Физическая, видите, пофиг. Абсолютно пофиг. Давай-ка вот так вот. Тихоря. Оп. На 76. Ты понял? Как варвару разобрали. Ха-ха. Вот это, да. Действительно круто было. Ну что же. Этот бой у нас, слава богу, прошел довольно-таки успешно. Но бойцы у меня изрядно покоцаны. Изрядно, ребята, покоцаны. Кроме голема. Так. Можно сделать небольшую перестановку. Скелет, кстати, в этом бою очень даже хорошо себя провел. Мне понравилось, на самом деле. Так. Ты у меня не получил уровень. Тогда иди отсюда. Погоди, ты тоже не получила. Хм. Только лишь зомби, да, у меня, получается, получил левел ап. Тогда мы сделаем с вами вот это вот. Выучим. Почему, ребята, я это учу? Потому что, когда он делает баф, он получает один блок и один наберег до конца боя. То есть, сколько раз мы с вами будем бафаться, столько будет он наберегов на себя кастовать. Так, у нас с вами 4 очка таланта. И Иратус призывает базовую тень до конца боя. Так, а вот это что получает? Это у нас выучено, по-моему, да? Получает один блок и один наберег. Это призраки. Снимает все бафы с миньонов и все... А, дебафы с миньонов, все бафы с врагов. Не хочу. Так, Иратус получает плюс 50 гнева при убийстве цели на уком ветке разрушения. Зомби получает 15 точности. Плюс 3 к атаке. Ох. Ох. Зомби. Это круто. Зомби нам пригодится теперь. Мы его сейчас еще прокачаем хорошенечко, да? Так, стрессового уровня. Поджигает цель. Так, что же нам сделать? Игнорирует броню. Игнорирует оберег. Ну, вот так вот мы с вами сделаем. И возьмем к себе в отряд. Слушай, ребят, не знаю, без невесты Иратуса сможем справиться? Или нам лучше убрать голема и взять невесту? Как вы думаете, а? Какой будет для нас оптимальный вариант? Голем, ну, он как бы как танк. Он хорош, да? Он все держит удар. Все, как полагается. Но в остальном-то не особо хорош. Удары слабенькие у него. Если только на крит не бомбанет, тогда... Так, у нас есть еще, ребята? У нас всего 2. До второго уровня я могу кого-то прокачать. А кого мне тут прокачать до второго уровня? Некого. Ладно, раз у нас нету хорошего лучника с вами. Но без лучника будет, на самом деле, очень сложно. Третий уровень лучника, я думаю, здесь, наверное, не вариант. Или варик. Варик или не варик? У нас выбора особого нету. Ладно, я рискую. Я рискую, ребята. Так, у нас здесь манна, да? Давай возьмем манны с вами. Возьмем манну. Так, и вот смотри, что я думаю. Здесь будут наверняка жесткие противники. Опа, ну я уже вижу, там будет маг. Там будут два чувачка, которые похищают манну. Хо-хоу. Я боюсь, вампир мне быстро здесь распишут. А чё здесь не держаться за этот вампир, да, на самом деле? Он у меня всего один. Ладно, ребят, поехали. Он у меня один. Чё за него, трястись теперь всю игру, что ли? Надо будет профукать, ничего страшного. Так, у нас, ребята, полностью с вами манна восстановлена. И сейчас посмотрим, кто будет первым ходить. Естественно, надо в первую очередь мне уничтожать мага. Тут к бабке не ходи. Тут и так всё должно быть ясно, предельно. Кто там следующий у нас ходит? Невеста Иратуса. Вот невеста Иратуса как раз и должна бомбить. Двадцаточка. Ладно, неплохо. Для третьего уровня это нормуль. Так, скелет. Давай, вставай в твою стойку. И пошли похитители манны. Видишь, теряю я, ребята, энергию. Они у меня тырят её. Так, промахнулся. Вампирчик, твой выход. Вначале мы сделаем неуёмная жажда. А вот теперь уже будем... Подожди, это магическая такая или нет? Тридцаточка, отлично. Сейчас будет она мстить. Смотри, массовая, да? Ну, конечно же. Хорошо, что у нас обереги на всех практически были. А теперь этот охламон. Невеста Иратуса. Вот, конечно, ты не здесь должна стоять. Совсем не здесь. Ну-ка, добьём. Чуть-чуть не хватило. Ты должна стоять на заднем... На задней позиции. Господи, она стоит здесь. Так, ну-ка. Блин, там, ребята, оберег. И это, по-моему, тоже, да, не поможет. У нас выбора нету. Хотя, подожди, я могу сшибануть, стрелять, например, вот в этого полука. Почему мне обязательно магичку, да? А теперь просто дай... Погоди-ка. Что это значит? Не могу. Всё могу. Ха. Захотели меня надурить. Так, ну что, воришка? Всё тырит у меня манну, а? Так, по кому бомбить? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Я так думал. Горит, чепушила. Ну, это фигня для скелета. Так, пошёл, ребята, залп. Конечно, плохо, что в варваршу большее количество, да? Взрывов попадает. Энергия пока ещё есть у нас для нашего подлого трюка. Ну, вот не знаю, сработает он или нет. Кто-нибудь побежит, будет отсюда сматываться. Так, ну что, ещё поджарим его маленечко, да? Пускай горит. Скелетик, а ты... Ты стой. Стой в провокации у меня. Так, вампирушка. Давай, добей. Вау. Блин, мне вампиру нравится офигеть как. Просто обалденный чувачок. Так, что он опять? Он будет тырить, да? Нет? Крит на 10. Так, варвар. Воу-воу-воу. Так, хорошо. Давай-ка мы с вами уничтожим вот этого вот вора магии. Попробуем сейчас. Так, скелет у меня ходит. Скелет у меня ходить не будет. Скелет у меня будет стоять в стойке. Так, невестушка. Давай, поджарим. Крит на 14. И вампир сейчас у меня, да? Будет ходить следом. Оу, крит на 21. Это плохо. Так, вампир теряет рис в стойкости. Давай проверим, ребят, как это работает. Да ну! Это не стоит того, на самом деле. Это того не стоит. То есть мы потеряли половину, а он всего лишь 11 энергии. Псюхи. Так, вот это зачем я сейчас это делаю? Это нам не нужно. Ну-ка, добьешь? Красава. Просто красава. Ох, вампирушка ты моя. Ну? Встаем в блок. Надо мне как-то вот эту невесту и Ратус отсюда убрать. Я могу ее потерять. Еще такие вот выеживания и все. И будет хана. Как можно сделать-то так, чтобы ее убрать отсюда? С кем поменяться? С кем поменяться местами? Да-да-да, ребята, я понял, что тут поглощение броней. Это естественно. Единственное, что вот так вот можем как-то бомбануть еще. На 17 всего лишь. В общем, невесты и Ратуса надо вот сюда убирать. И она не может ни с кем поменяться. Местами. Давай поджигать. Я же знаю, что она боится магии. Так, вампир теряет и Ратус получается урогневый. Это понятно все. Игнорирует оберег. Атаки против цели игнорирует блок и оберег до конца. Так, действительность игнорирует блок. 20 на 3 хода. Давай. Дебаф повесили. Ну, по крайней мере... По крайней мере, поменялись мы с невестой местами. И это уже большой, ребята, плюс. А я сделать-то ничего не могу, получается. Да, только лишь вот этот вот залп делать. Выставляемся. Ну что, надо... Надо поджигать. Надо бомбить. Там что такое? Минус 20 точности. Блок не работает, оберег не работает. Хе-хе. Ну, давай вот так попробуем. Классно. Гори. Промахнись. Блок, промах. Все, что нужно, ребята. Слушай, ну это... А, там же не написано было, да? Что броня не будет работать. Давай-ка мы повесим на себя баф. Заодно оберег с броней. Слушай, да я думаю, что мы ее разберем сейчас. Просто ее магией испепелим. Так, встаем в стойку. Слушай, в стойку встал. Скелетушка, ты немножко не там. А у нас на вампире висит? Восстанавливай. Да, все висит. А ну-ка. Ать! Прям под ребрышки, да? Ох, я уж боялся сейчас звездонет по невестушке. Следующий удар будет критический, но мне это не нужно. Давай так вот пропустим. Можно вот так вот стрессовую ребятку кидануть, бросить. Так. Следующий удар будет критическим. Давай проверим, насколько он будет критическим. На 23. Слушай, ну неплохо, да? И вампирушка, наверное, нас все-таки добьет ее. Ах! Ну сгорит точно она. Фух! Слушай, команда неплохо сработала у нас. Вот это вот мне понравилось. И мы с вами продвигаемся дальше. Сейчас у нас будет жертвенный алтарь, по идее. Да? Так, секундочку. Мы сейчас с вами здесь кое-кого заменим. Блин, скелет. Скелет. Вестератуса. Пятый уровень. Она отхилилась. Отлично. Третий уровень выставляем туда. Так, зомби нормуль. Скелета бы как-то нам бы надо, ребят, немножко прохилить его или что-то в этом роде. Так, ярость. По алхимии. Выпадение кусков после битвы. Я не хочу этого. Так, опять стойкость. Все, что-то теряем. Мы не можем с вами так. В начале своего хода миньон получает плюс 4 ужаса на один ход, если ратус имеет 50 или более гнева. А вот это что такое? Цельвой враг. Проходит проверку рассудка с дополнительным 50% шансом впасть в психоз. Давай, сделаем проверку. Будем проверять их. Так, что у нас там по нашим ребятам берегам? Так. Все противники получают дебаф в 15 точности до конца боя. А что это у нас за такое? Все миллионы и враги получают 30% силы критического удара. Ага. Если бы только я получал бы, мне бы это устроило. А все, что-то как-то не особо хочется рисковать. Так, ребята, у нас здесь с вами алтарь. То есть у нас выбор. Либо идти на алтарь, либо просто взять с гроба одного из миньонов. Конечно же, я пойду на алтарь. Но для начала мы создадим с вами кого-нибудь, кого будем, ну, грубо говоря, уничтожать. Это будет у нас призрак. Это у нас будет, ребята, призрак. Так, выбираем этот отряд. И смотрим. Пожертвовать. Вау. Так, это все у нас есть? Все есть? Ладно, пойдемте, ребята, попробуем повтыкать в наших юнитов это все дело. Так, стойкость всего лишь 3. Ладно, сгодится. Так, стойкость 30% давай сюда. Так, у скелета. Восстанавливать 4 гнева. Сюда. На невесту. Вот так вот. Слушай, ребята, ну не знаю. Вот как у нас, смотрите, вот на этот отряд. Нормуль, не нормуль. Или все-таки взять голева лучше. Или все-таки взять голема вместо этого, вместо стрелка. Ну, я имею в виду вместо нашего зомби. Он у нас. Вот он стоит. Так, вампира мы, наверное, с вами сюда вернем. Ну, вот как-то вот таким вот макаром. Как думаете? Пойдет, не пойдет? Я думаю, надо рискнуть. Я думаю, что надо рискнуть. Поехали. Ой-ой-ой, там что за... Это кто там у нас? Это элитный, что ли? Блин. Пападос, а. Будет перенаправленность, да? Я больше чем уверен, что будет перенаправленность, ребят. Так, ну, во-первых, вот это делаем. Неуемную жажду. Так, скелет у меня... А, мы еще раз ходим? Так, тогда давай потихоньку бомбить эту клушу. Другого варианта я не вижу, ребят, пока. Так, невестушка, да, у меня ходит. Давай мы попробуем, наверное, еще вот так вот делать. И... Хоть бы критануло, а, ребят? Нет. Без крита, к сожалению. Там элитный паладин, ребят, стоит. Это плохо. Сейчас будет брать перенаправленность. Я так и думал. Я так и... Блин, теперь придется этого говнюка разбирать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как... Как жестоко-то, а. Как же это все жестоко. Вот он. Ну что, для этого придется вначале снять все блоки. В две штуки, да, которые у меня. Так. Да-да-да-да-да. Так, вампир теряет... Подожди, теряет. Игнорирует это и это. Давай попробуем. Перенаправленность. Я все время про нее забываю. Про эту перенаправленность вечную. Во, вот это хорошо. Это-то вовремя, ребят. Слушай, надо добить. Надо добить ее срочно. Так. По скелету. А, промах. Ты тоже промахнись. Да ладно. На разбойника взяла провокацию. Так, Големыч, давай. Мы с тобой... А что, Големыч? Големыч ничего здесь сделать не сможет. Просто на передний план выходит. И опять массовая поджарка. И опять, ребята, массовая поджарка. Ну-ка. Ну, на 13 тоже неплохо. Слушай, у них сколько тут еще? Мы его так добьем. Хе-хе-хе. Вот так-то будет знать свое место пляшивое. Так, невестушка, давай-ка. Немножечко с тобой тут поработаем. Ну-ка. Вау, крит на 34. Так, ты что тут у нас? Все ворует у меня манну, да? Все ворует манну втихаря. Так, ребята, блин. До невесты добрались. Еще и застанели ее. Так. 20 стойкости у меня вампир будет терять. Я не хочу. Я хочу... Давай вот так вот. А, перенаправленность. Все равно, да, повесили? Да, ребята, повесили? То есть... Блок и оберег не работают в этом случае. Значит, попробуем... Знаешь, что снять? Все бафы с цели. А у них бафы есть? Есть. Поэтому давай снимать. А, тут оберег. Тут оберег, да, получается? Ну, мы что-то сняли... Что, атакует своего, что ли? Ну-ка. Да, 75%, ребята. К тому, что он может атаковать своего же... Союзника. Ну-ка, проверим. Ах, как хорошо. Скелет, родной, держись ты мой. Так, а мы с вами будем снимать блоки. А, поглощено броней. А я думал, блок сможем снять. Не вышло. Так, погнали. Чук, 36. Слушай, ребята, я могу сказать вам однозначно. Если отряд сделать, например, два вампира у тебя будет здесь стоять... Это красота. Ты прикинь? Они просто своим вот этим вот скиллом могут восстанавливать себе здоровье. Причем довольно неплохо бомбить врагов. Слушай, потрясно. Ну-ка, дай-ка я влеплю на 8. На 8. Ладно, хорошо. Слушай, что-то они мне такие сейчас кажутся ватные, на самом деле. На 20. Так, можно... Знаешь, что я хочу сделать? Давай мы вот это вот поджарим охламонку. А, вот оно как. Поджигание на них плохо работает, да? Они священные паладины, поэтому магия на них не особо хорошо распространяется. Ладно. Давай тогда попробуем вот так вот. Ох, на 23. Так, ребят, психоз, да? У-у-у, там... Там такие статы на нее нападали, что... Да пипец просто. Что она просто обделается сейчас на месте. Вампир теряет... Так. Это она на себя, да? Ну-ка, дай я проверю. Вау. Фух, сразу, смотрите. Ярс себе восстановили. Ну. Дай бивочный, я так понимаю, да? Хе-хе. Минус паладин. Паладин, защитница. Так, что она тут? На скелета прет. Это зря. Зря ты, радость моя. Этот все атакует своих. Ну, а мы, ребята, конечно же, будем бомбить дальше, продолжать. Что нам дальше? Да тут, в принципе, ребята, уже без разницы, что делать. Можно так, можно так. И, конечно, мне хотелось бы, чтобы вампир у меня занимался атакой на самом деле. Не просто вешал там бафы, дебафы. Что? Все, ребята, этот паладин тоже, по-моему, спекся. Да, такого расколбасы я, честно говоря, давно не помню. Хе, добил? Молодец, спасибо. Ну что? Элитный вор. Магии. Ты хочешь, наверное, подохнуть? Как можно быстрее, ведь верно? Я ведь прав? Рассыпается прямо на глазах. Ну что, ребята, вот как-то так проходится это все дело. И я так понимаю, что сейчас уже будет, по-моему, босс. Или я чего-то путаю. Да, ребята, мы дошли с вами до босса. Единственное, что у меня вопрос какой. Кого нам взять в отряд? Нужна ли нам здесь тень? Нужна ли нам невеста и рация до чего-то третьего уровня? Так. Очень-очень и очень заманчиво, конечно, ребят. Я не знаю. Босса я не видел. Я не видел. Я даже не представляю, кто там и что там. Ну, предлагаю посмотреть. Так. Для начала мы поставим на себя артефакт. В начале боя наносит всем противникам 20-30 магического урона. Игнорирует оберег. Хм. Хорошо. Давай сделаем. Так, поставим. Ну что, ребятушки. Пойдем на босса. Поехали. Ой, кто? Что там? Большинство магов используют силы, которые укрепляют душу. Лишь немногие решают идти тропой пиромантии. Ведь, чтобы обрести власть над огнем, нужно, наоборот, поджечь собственную душу. Огненные маги, как правило, живут далеко от цивилизации. Едва ли кто-то захочет попасть в эпицентр огненного шторма посреди города. А день такой как раз и устроила в юности пиромант незадолго до того, как начать серьезное обучение в школе магии. И даже там она оставалась одной из самых могущественных и вместе с тем не сдержанных учениц. Теперь настало время неудержимой заклинательницы с огнем в глазах. Вступите в бой против Иратуса. Хо-хоу. Ребята, это пиромант, то есть маг огня будет против нас. Ух. Так, что такое? По истечению времени действия эффекта огненный элементарь самоуничтожит, нанеся миньоном 120 чистого урона? Эй! Эй! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! А с какое время? Мне это не нравится. Мне это совсем не нравится, ребят, на самом деле. Ну-ка. Ой, как мне не нравится. Это будет чертовски, наверное, больно. Пиромант еще, посмотрим, что он делает. Ага. Вот так он бомбит, да? Ух ты. Слушай, а что? Давай, наверное, мы вот так вот сделаем с вами. На пироманта поставим дебаф. А сколько времени-то, я не знаю. Да хорош, ты что тут огнем, оказывается, пулять можешь. Ну-ка. Так. Мне бы просто найти, где показано. Ага. Так, значит. Минус 20 к точности. Погоди-ка секунду, ребят. Что-то надо здесь сделать. Применять, не применять, не пойму. Ну-ка, проверим. Ага. То есть, получается, что мы можем напрямую, ребята, бомбить ее, да? Ну, надо этих миньонов тоже чикать. Надо этих миньонов чикать. Ну-ка. У них нет никакой защиты. Так, маг, ты попадешь по мне или нет? Промах, отлично. Работает дебаф. Поглощено сопротивлением. Понятно. Так, ну давай мы сделаем, значит, вот такую вот штуку. И попробуем пробомбить. Так, не упал. Понял. Я теперь все, ребята, понял. То есть, получается, два хода, да, нужно? Невосприимчив. Блин. А он будет вызывать. Все, я теперь понял, ребят. Ну-ка. Ну, по крайней мере, физуха на него действует. И это уже большой плюс для меня. Физическая атака действует. Ага. Массовая, да? Что он там сделал? Не понял я. Так, он себе что? Любой миньон получит... Получит 300 магического урона в ответ? Офигеть. Зашибись. Придумал ты, парнишка. Любой миньон получает оси урон, да? Он мне в ответ заряжает. А как это, интересно, снять все бафы? Ну-ка, проверим, снимется или нет. Снял. Вот так-то вот. А то нифига тут мне такие фокусы вытворяет. Так, давай бафаемся быстрее. На зомби. Что, опять что-нибудь? Оберег. Так. Ну, давай попробуем, ребята, вот так вот сделать. Посмотрим, сколько... О! Понял, да? То есть, ребята, магический урон это то, что нужно для нас. То есть, она боится магии. Я думал, на самом деле, будет намного все... Жестче. Фига тут пробиваются такие удары. Так, ну, естественно, она будет постоянно призывать. Кто бы в этом сомневался. Давай-ка зарядим мортирочку нашу. Фух. Ну-ка. 10. 10. Слабо. Крит на 11 по голему. Ладно, ребята, это все... Слушай, а она если боится... Ну-ка попробуем так, ребята, бомбануть. С сопротивлением поглощено. А если вот так вот? На 24. Эти миньоны-хламоны. Тут не поймешь, ребята, что делать. Ну, я однозначно знаю, что миньонов лучше... Ну, как бы их надо трогать. Но не особо на них зацикливаться. Вот я к чему говорю. То есть, нужно бомбить все-таки вот эту вот охламонку. По возможности, как можно быстрее. Нанести ей больше урона. Сейчас что-то будет, наверное. Так, ага, я понял. Я понял, что она тут сейчас сделает. Так, цель меняется местами. Блин, ну... Я даже не знаю, с кем поменяться-то. Ну, давай со скелетом поменяемся. А, он у меня не воспринимчив. Сам и лопухнулся. Короче, сейчас... Нужно снимать, ребята, вот этот вот баф. Который висит. Вот на этой вот тетеньке. Да и надо, по-моему, уже хиляться нам, что ли. Да ты призывай, призывай своих миньонов. Снимаем с нее, ребята, вот этот вот баф. Сняли. Так, и понеслась. И понеслась, блин. Давай уже просто будем из пушки стрелять, в конце концов. Так, а здесь мы сделаем вот таким вот образом. У меня манны нет. Вот я бы... Была бы манна, ребята, я бы, конечно... Сейчас бомбил бы по ней. Ой, такой слабенький урончик нанесли. Так, давай-ка мы, ребята, наверное, будем... Голема нашего восстанавливать, потому что здоровья уже у него мало. Да-да-да, скорее всего, скелетушка у нас, ребята, покинет нас в скором времени. Так. Потихонечку, ребята, потихонечку будем пробафоваться. И наказывать. Где у нас, ребята, атака-то вот эта вот... Если мы скелета с вами потеряем, знаешь, что будет проблема у нас, ребята? Мы не сможем снять с нее потом бафы. То есть вот этот баф защитный, который она вешает. Вот. Вот этот вот. Отметка. Вот это будет прошивенько, на самом деле. Давай сюда вот под ноги. Тень погиб у меня, господи. На что ты меня покинул, тенюшка? Зачем? Блин, у Голема-то уже, на самом деле... Здоровья мало. Ну что, давайте бомбить из мортиры. На 71. Так, на 71. Мы ее, ребята, на задний план куда-то там откинули. Отшвырнули. Ладно, встанем в стойку. Что сейчас будет? Метко-огненный щит. Тогда будем захиливаться. Так, кто-то сейчас бумкнет, да? Нет? Сопротивление, невосприимчивость. Отлично. Упс, задел маленько. Так, игнорирует блок и броню. 30 магического урона в ответ. Снимай-ка ты себе, дорогуша, этот дебаф. Точнее, баф. И... Сейчас мы, ребят, попробуем наказать. Что, опять на себя? Да, ты даст... Опс. Это что такое? Ты зарядила? Ты что на себе там зарядила такое? Волну, короче, огненную, ребят, запустила? Сейчас кто-то взорвется. Нет? Скелета минусанули, ребята. Блин! Вот это печаль. Вот и осталась у нас с вами армия. Голем и стрелок. Ну-ка. Ух! Как думаешь, сможем выжить здесь? Ну, естественно, вешает на себя щит. Достану, достану. Угу. Да ты достал ты уже! А он будет призывать и призывать, да? Ладно, ребятушки. Еще залп. Мы, конечно, на задний план отталкиваем. Это не есть хорошо для меня. Если честно. У нее больше инициативы, ребят, смотрите. Находит чаще. Так, скелет, давай. Точно не скелет, а... Голем. А так, если посмотреть, ребят, осталось... Эээ... Совсем ничего. То есть, один хороший удар, выстрел. И все, ей хана. Единственное, что успеть бы это все сделать. Големом я не достану. Так, понятно. Ну что, делаем выстрел. Из мортиры. Блин, а почему я не могу сделать выстрел из мортиры, а? Почему я не могу сделать выстрел? Он же стоит вроде на нужном фланге. Все как полагается. Достать не могу я эту хламонку. Оглушить врага. Голем теряет 25 стойкости. Погибает после применения. Что сделать, что ли? Блин, не хочу рисковать. Давай, короче, так сделаем. Сейчас будет бум. Нет? Промахнулся. Давай, выйди сюда. Мне просто... Во, ребята. По-моему, это фиаско. Для нее. Да ладно тебе! Как ты выжила, а? Морозматка. Объясни мне. Как у тебя это получилось? Блин. Я боюсь потерять, ребята, нашего зомби. Если зомби, я потеряю... Хотя... Подожди секунду. Рискуем. Блин! Ну совсем чуть-чуть не хватает, а? Сейчас, по-моему... Неужели это, ребят, фиаско? Или я все-таки достану? Пробью я ее или нет? Да ну, хорош! Вы что? Вы сейчас издеваетесь, а? Мне же ее не достать. Он... Я могу, знаешь, что сделать? Только лишь одно. Ничего не могу сделать. Прикинь? Она сейчас вызовет. Она будет стоять на заднем плане. Естественно, у меня нету ни энергии, ничего. И у меня не получится ее просто достать. Если только когда этот кто-нибудь взорвется... Если она сейчас будет щит на себя ставить... То это вообще финиш будет. А она так и делает. Так, она встала сюда рядышком, да? Попробуем? Бред! Этот бред какой-то сейчас был. Так, я не знаю, ребят. Хоть проигрывай на самом деле. И... Теперь-то я знаю, кто здесь нужен и что нужно... Сделать. Она будет на задний план уходить постоянно, да? Понял? Она свою метку ставит. Эх, 23. Ну, давай попробуем. Если бы не эти мелкие миньоны. Да. Нет, смотри-ка, еще живой. Как-то ни странно, мой голем еще живой. Хоть и восстанавливает здоровье. Просто не пробить. Опять сейчас, да? Уйдет. А, вызывает. Ну, естественно, метка, огненный шар. И, соответственно, сразу же восстанавливает себе здоровье. Ладно, ребят, я попробую уйти отсюда. Все ваши миньоны отступят в начало своего следующего хода. Потому что, ну, это бесполезно, ребят. Сами понимаете, это бесполезняк. Что там пущное мясо у нас с вами достижения? Да мне плевать на самом деле. Потому что... О, голем, по крайней мере, сохранился. Так, и... Потерял практически всю свою, ребята, армию. Так, погоди-ка. Слушай, ну, вот здесь... Ну, возьмем, например, мы с вами голема. Да? Так, невеста Ратуса получает третий уровень. Короче, здесь у меня складывается такое впечатление, что нам нужны... Так, ты какого уровня? Ты первого уровня, а ты... Тоже первого. Короче, дальнобойные юниты. Чисто дальнобойные юниты. И все. И, в принципе, ребята, дело будет сделано. Просто-напросто ее расстрелять издалека. Хотя, опять же, не факт, что у нас все это прокатит, все это получится. Но попытаться можно. Даже если мы сейчас с вами проиграем, я могу перезайти на свой отряд, на свой... На ту свою запись и попробовать бомбануть. Так, ну что? Пробуем. Поехали. Так, и Ратус, надо на тебя надеть какой-нибудь артефакт хороший. Дебаф. Так, 15 к точности. Все. Ну что? Босс. Да-да-да, я знаю, что ты из себя представляешь теперь. И попробуем, ребята, проверить, получится у нас все это дело или нет. Сейчас посмотрим, кто будет первым ходить. Единственное, что у нас, конечно, манны нету, очень мало. Он начинает тут вызывать своих охламонов. Так, ну в первую очередь, естественно, нам надо повесить вот эту вот неуемную жажду. А теперь уже будем потихонечку атаковать. Так, главное, чтобы она поменьше тут бомбила. Ну, по голему можно. Это допускается. Так, проверим, сколько, ребята... Оу! Ха-ха! Поглощено, да? То есть огоньком в нее бомбить это бесполезно. Понял. Попробуем миньонов этих бомбить. Хотя, ребята, на самом деле их бомбить бесполезно. Согласитесь. Потому что мы уничтожаем, он призывает следующего и так далее. Так. Вот, попробуем за счет как-то вампира, может быть. А так, если... Хе-хе! Не сбегай. То есть она не сможет передвинуться, да? Ладно, хорошо. Блин! Какая-то позиция немножко не та. На самом деле. С этой позиции нам стрелять очень плохо. Бомбс! Вот это да, вот это бомбнуло. Так, попробуем, ребята. На двадцать семь. Слушай, ну если она вот тут вот будет, блин, прикована, это будет классно. Если она будет здесь прикована, это будет классненько. Так, поехали. В плане неправильная цель. На тебе на тридцать четыре. Погнали. Да я пытаюсь, пытаюсь я, киллинг. Вот тебе киллинг. Так. На пятьдесят. Слушай, вот это неплохой был. Волна. Так, Галим, ты, главное, стой у меня. Вау! Сорокетник, ребят, неплохо, да? У меня здоровье-то-то уменьшается. Я смотрю. На моих девочках-то. Надо как-то пошевеливаться, если честно. Ну что, стрелки, вы готовы? Вы готовы, я вижу. Вау, на шестьдесят один. Так, Галим, давай. Пропиши-ка. На двадцать шесть. Так, она уходит. Естественно, повесить на себя огненную метку. Я так и понял. Давай-ка, вот так вот. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ребята, невесту одну потеряли мы с вами. Одну невесточку мы потеряли. У нас еще одна есть. Ладно, слава богу. Так, ну что, погнали? Подожди, я не могу этой атакой бомбить. А так? Ага. Фига урончик наносит она. Давай тогда мы лучше пробафаемся, наверное, с вами. Пока у нее этот щит не сойдет. Как только щит сойдет, ребята, сразу начнем. Ага, вот, теперь можем. Так. Она сбежать никуда не может, да? Будет прикована пока к этому месту. Да ладно тебе, поджигание, это все хорош. Давай-ка, попробуем. Блин, опять не то, а? Ну, а так. Оу, на 66, ты понял? И, наверное, добивочный? Нет, к сожалению, пока, ребята. Пока не добивочный. Ну, теперь хана тебе, радость моя. Теперь тебе хана. Да почему? Как ты выживаешь на последних-то этих? Я не пойму вот это вот. Как она может выжить? Ладно, вампир ее ушатает сейчас. Вампир сейчас ушатает тебя. Понимаешь или нет? Или ты думаешь, что не ушатает? Смотри, что мы делаем с вами, ребят. Точа! Это ей за все. Что, мне еще... Так, владыка огня. Ребят, мы с вами получили достижение. И, как вы понимаете, на данном уровне, на данном этапе это все, что мы могли себе позволить. Потому что карта подземелий будет доступна следующая после релиза. Да, если я сейчас сюда зайду, ребята, меня быстренько выкинут и все. Так что, дорогие мои друзья, мы с вами будем закругляться на этом. Я думаю, что вам понравилось так же, как и мне. И обязательно с вами увидимся после релиза и продолжим играть в эту замечательную игру. Так что, всем удачи и до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok